Генеральный партнер программы новости – сеть автомаркетов ШИМТОП. Куда уходят дети? В Кузбассе полицейские волонтеры вновь ищут пропавшего ребенка. Плюс рубль. Кому поможет повышение оплаты проезда? Миллион в подарок на 80-летний юбилей. После празднования дня рождения областной театр драмы будет чаще ездить на гастроли. Услуги ЖКХ «С колес» в Кемерове курсирует мобильный центр, организованный коммунальщиками города. С новостями дня вас знакомят журналисты телеканала «Мой город» в студии Остап Григорианц. И Наталья Токмагашева. Здравствуйте. В эту среду подорожает проезд в городском транспорте, но не на 5 рублей, как предполагалось. Напомню, транспортники со всего Кузбасса писали обращение к губернатору Аману Тулееву с просьбой повысить стоимость билетов на 5-6 рублей, поскольку цены на бензин и автозапчасти постоянно растут. По решению Амана Тулеева билеты в общественном транспорте станут дороже всего на 1 рубль. В маршрутных такси на 2 рубля. Без изменений остается стоимость проезда для пенсионеров и месячных проездных билетов для школьников и студентов. Уважаемые кузбассовцы, повышение стоимости проезда необходимо для поддержания работоспособности пассажирского транспорта, четкой работы всех отраслей Кузбасса. Надеемся на ваше понимание и поддержку данного решения. Еще одна новость с колес. Если вы не успели заплатить по счетам или оформить необходимую справку, то специалисты приедут к вам сами. Почти ежедневно по областной столице курсирует мобильный офис многофункционального центра Кемерово. Это комфортабельный автомобиль, в котором оборудовано два рабочих места для специалистов и два для приема граждан. По принципу одного окна услугами мобильного офиса могут воспользоваться жители разных районах Кемерово, в том числе и люди с ограниченными возможностями и родители с маленькими детьми. Всего в МФЦ оказывается более 150 государственных и муниципальных услуг. И в этом году специалисты мобильного офиса оказали помощь более 450 кемеровчанам. Нам очень удобно тут рядом с домом. Вышла с ребенком прогуляться, заодно и справку заказала. Сделала хорошее дело. Министерство обороны собирается создать несколько резервных армий добровольцев. По задумке, состоять они будут из обычных людей, которые продолжат трудиться на своих рабочих местах. Но они должны быть готовы в любой момент бросить производство, чтобы прийти на соответствующий сборный пункт и взять в руки оружие. Заключить контракт с Минобороны и записаться в резервную армию могут военнослужащие, закончившие срочную или контрактную службу. Вот что сказал по этому поводу военный обозреватель Виктор Литовкин. Цитирую. Самое главное, что если начнутся военные действия, резервисты не станут пушечным мясом и будут способны выполнить боевые задачи, которые на них возлагаются. Добро должно вознаграждаться добром. Супруги Савкины, предприниматели-меценаты из Кемерово, награждены областными медалями. Орден почета Кузбасса получил Павел Савкин, а за веру и добро губернатор Роман Тулеев отметил супругу бизнесмена Оксану. Эта семья на протяжении многих лет из личных средств оказывает помощь и поддержку детским домам Кемеровского района. А компания Савкиных пожертвовала на обустройство храмов Кузбасса 10 миллионов рублей. Честь и хвала тем, кто поддерживает детей, которые оказались в сложной ситуации. Но, к сожалению, у нас в Кузбассе есть такие, кто поступает с точностью да наоборот. И в эти случаи, как правило, вмешиваются правоохранительные органы. За несколько последних дней в нашем регионе пропали минимум трое детей. Все в разных точках области. Двоих из них нашли. 12-летний школьник из Новокузнецка жив-здоров и уже с родителями. А вот 15-летнюю девочку из Анжира-Суджинска обнаружили мертвой. Сейчас в Кемерове продолжаются поиски 8-летней Арины Отяжкиной. В районе Кедровка, где живут родители девочки, работают полицейские и отряд волонтеров. Кстати, там же, но в прошлом году, произошел другой резонансный случай. Пропажа школьницы Яны Титовой. Рассказывает Ангелика Вольф. Поиски пропавшей Арины начались сразу после заявления родителей об ее уходе. Девочка пропала в минувшую субботу. И уже в воскресенье в рейд по окрестностям вышли 300 человек. На сегодня цифра занятых в поисках значительно больше, но эффекта пока нет. Работает более 500 человек сотрудников полиции, около 30 волонтеров, работники образования, просто граждане, которые помогают. В декабре 2011 супруги Яковлева взяли девочку в семью и, по словам мамы Виктории, сразу начались проблемы. Нежелание учиться, бродяжничество. Арина дважды сбегала из школы в промышленке, откуда в мае они переехали сюда. Тогда девочку удавалось найти самостоятельно. В этот раз не получилось. В субботу в пять вечера родители ушли в гости к старшей дочери, а младшую оставили дома. Через час отец ее проведал, а к десяти вечера, когда супруги вернулись домой, Арины уже не было. Ушла в чем была – в шортах, рубашке, сланцах. Волонтерам, которые сейчас активно опрашивают жителей, рассказали, что вечером того же дня девочку видели неподалеку от дома. Буквально между садиком и вот этот дом, только с той стороны, ну как тротуарчик, она стояла, смотрела туда. Я подумала, может, потемку потеряла, или что, там зовет, она вот так вот стоит и туда смотрит. Ну мало ли что. А куда смотрела? Ну, то есть, если с той стороны смотреть, то сюда вот смотрит. Куда, туда, в сторону? Я говорю, ты что, замерзнешь? Говорю, ты беги давай домой, Кыска домой вернется. Она на меня вот так посмотрела, она ничем запомнилась на тот момент, у нее вот так вот ловочка, ну так и ушки так вот попырек. Она посмотрела, испуганными глазами, и лежала от меня. Женщина сожалеет, что не была более пристрастной. Подходить к чужим детям тоже опасно, мало ли в чем тебя обвинят. Сейчас Арину ищут не только сотрудники полиции, но и обычные ребятишки, чуть старше самой девочки. Причину своей вовлеченности объясняют так. Страшно. Почему? Ну вдруг, может быть, ее кто там украл, там или еще что-то, мне вот жалко. Ответить, почему девочка ушла из дома, сейчас не возьмется никто. По словам новых соседей Яковлевых, семья у Арины обычная и даже положительная. Плохого о них ничего не скажу. В мае месяц они сюда переехали. Девочку я увидела первый раз в августе. Девочка чистенькая, всегда аккуратная. Одна никуда не гуляла. С мамой и с папой они вот собачку выгуливают и все. И все. Одна она никогда не гуляла. Вот в школу мама ее провожала. Всегда. По статистике, количество сообщений о пропавших детях в СМИ в последнее время выросло. Однако, по данным полиции, это лишь видимость. Просто внимания теме стали уделять больше. Тем не менее, каждый такой случай переворачивает душу. Потрясает прошлогодняя история Яны Титовой в той же кедровке. Напомним, девочку искали сотни человек, но ей это не помогло. Только за последнюю неделю в Кузбассе пропали трое детей. 15-летнюю девочку из Анжера Суджинска, которая ушла в музыкальную школу 8 октября, на следующий день нашли мертвой. На экстренном совещании, которое провел губернатор области Аман Тулеев, обсудили ситуацию, в которой оказываются ребятишки из отдаленных поселков. Нужно идти полтора километра. Дорога в выбоинах. Освещения нет. Теперь приходит на остановку Мовшин Юрий Матвеевич, автобус один. Вот этих берем, этих не берем. Эти остаются. И вы сейчас разберитесь и посмотрите. И там, где очень не соответствует нормам безопасности, дайте докладные. Вы находите часть денег, мы находим часть денег. И до зимы все равно что-то подправьте. Где освещение, где торожку, где лесопосадку. А весной снова вернетесь к этому. Еще раз, главное, это безопасность наших людей. А особо, конечно, наших детей. А вот история 12-летнего новокузнечанина закончилась благополучно. Семейное неблагополучие не является характерной причиной ухода детей из семей. Из каждой семьи может уйти ребенок. Это не важно. Я думаю, что это в другом идет случай, когда ребенок из... Потому что мама проверяла его по школе, оказались у него некоторые проблемы в школе. И он с тем, предполагая, что с ней могут разобраться родители, ну, говоря в кавычках, он убежал и затем был найден. Чем закончится история Арины Отяжкиной, сказать пока ничего нельзя. Но для того, чтобы поиски пропавших детей как можно чаще венчались успехом, молодежный парламент страны выступил с предложением искать детей спустя три часа после пропажи вместо прежних 24-х. В случае положительной оценки предложения законопроект несут на рассмотрение в Госдуму. Ангелика Вольф, Стас Грушевский. Новости моего города. Если вы стали свидетелем ЧП, звоните на горячую линию телеканала «Мой город». 8-933-300-0300. К другим новостям. Актеры областного драмтеатра будут чаще выезжать на гастроли. Им подарили миллион рублей на приобретение микроавтобуса. Такой презент театру преподнес губернатор Амант Улеев в честь 80-летия учреждения. Кроме того, в этом году, который объявлен Годом культуры в Кузбассе, исполняется 205 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Поэтому юбилей театра драмы отметили гоголевской женитьбой. На спектакле и последующем чествовании актеров побывала наша съемочная группа. Все в этот день в театре драмы особенное. Публика, представители областных театров и учреждений культуры. Настроение приподнятое и, главное, повод. 80-летний юбилей – это серьезно. Особенно, когда в каждой из 300 поставленных за это время спектаклей вложена душа, и каждому из почти 5 миллионов зрителей, а именно столько побывало в этом зале за 80-летий, отдано сердца актеров. Публика, несомненно, платит взаимностью. Я поздравляю наш любимый театр с юбилеем. Мы очень любим сюда ходить. Весь наш колледж любит посещать спектакли. Очень интересные актеры, постановки. Мне очень нравится Суканова. Это, конечно, просто прелесть. Я ее знаю давно, уже, наверное, лет 20, если не больше. Ну, так сказать, можно сказать, что это моя любимая актриса. Жениться по любви или по расчету – старая, как мир, история, а потому актуальная и в 21 веке. Характером, созданным Гоголем, наши артисты тонко и точно придали только им присущие черты. И оттого история, рассказанная ими, стала еще ближе. Когда на сцене многолетние служители драмы, любимцы публики Евгений Шокин, Лидия Цуканова, Олег Кухарев, Виктор Мирошенченко по-другому и быть не может. О талантах, поклонниках и достижениях театра за его 80-летнюю историю сразу после окончания спектакля в своем выступлении говорит Аман Тулеев. Особо хочу поблагодарить вас, уважаемые актеры, за благотворительность, за акции, которые вы проводите, за бесплатные спектакли для лебедишек из детских домов, спецшкол, вот эти скидки на билеты для многодетных семей, для ветеранов, да и по-моему. На празднование юбилея глава региона пришел не с пустыми руками. На 1 миллион подаренных им рублей труппа сможет приобрести современный микроавтобус для гастрольных поездок. Другими, уже личными презентами, каждый распорядится по своему усмотрению. Главным сюрпризом вечера стало присвоение звания почетного гражданина Кемеровской области, народному артисту России Евгению Шокину. Награда человеку, который на сцене вот уже почти полвека. Театр для меня это, ну, второй дом, даже может быть и первый. Вся наша жизнь протекает в основном здесь. Дома так, поедим, поспим, остальная наша жизнь, все вот тут, в этих стенах. За десятилетия служения в театре в арсенале Евгения Шокина уже сотни ролей и персонажей. Даже такая маленькая роль, она настолько греет, потому что я выхожу на сцену с такими, как Олег Сергеевич Кухарев, как Евгений Сергеевич Шокин. Представляете, с ними поиграть? Это великолепно, да, Виктор Васильевич Мирошниченко. Это же просто, даже молодые там Миша Быков. Но это прекрасные партнеры, с ними очень работать в кайф. В этот день на 80-летней сцене чествуют не только артистов нашей драмы, но и их коллег из других театров Кузбасса. И у каждого из отмеченных артистов есть теплые слова в адрес главного юбиляра. Творческих успехов, во-первых, здоровья всем-всем работникам и труппе, счастья и удачи. Новых работ в театре, но зрителю хороших спектаклей. Чтобы вы к нам приходили, а мы вас радовали. И чем больше, тем лучше. Дмитрий Петин, Ангелика Вольф, Константин Червяков. Новости моего города. Зачем студентка купила Мерседес и полностью облепила его стразами, узнаете во второй части выпуска. И вот что еще подготовили наши коллеги. Каникулы в Мексике в Кемерове. Герой популярного в России телепроекта посетил областной центр по своей основной профессии. Между Кием и Лузой пятерка по математике. Пятый кубок по бильярдному спорту прошел в Кузбассе. Металлург победил. Долгожданный результат хоккеистов порадовал преданных болельщиков. Из Кемеров в Кемерово на днях из Турции в областной центр прилетел диджей и победитель шоу «Каникулы в Мексике» Димитрезин. Перед выступлением в рамках гастролей он побывал в гостях у радиостанции «ДиФМ». В прямом эфире Димит рассказал о карьере, личной жизни и любви к музыке. С музыкантом из Санкт-Петербурга пообщалась и наша съемочная группа. С треком «Шоуми» у диджея Димита Резина начался новый этап в карьере. Этот хит музыкант создавал совместно с исполнительницей популярного трека «Ноу-стресс» Паулой Пикей. Своё творение Резин презентует по всей стране. Гастролирую везде, везде и много. То есть это Россия от Калининграда до Камчатки. Сложно, наверное, назвать город, в котором я не был ни разу. Ну и плюс ближайшие зарубежья. Это Украина, Казахстан, Белоруссия. Вот сейчас вот еще Турция, зимой Израиль и Таиланд. Димит занимается музыкой почти всю жизнь. Но было время, когда он хотел пойти по стопам отца и стать электриком. Диджей даже получил соответствующее образование. Однако быстро понял, что стать ремонтником электросетей – не предел его мечтаний. Робби и рабочим инструментом Димит предпочел модную одежду и диджейский пульт. О особенности? Ну, нужно знать материал, во-первых, и нужно чувствовать публику. То есть, если ты чувствуешь публику, ты знаешь, какой следующий трек им поставить, чтобы им было еще веселее, еще жарче. Ну и, конечно, нужно быть немножко эпатажным. Потому что если просто стоять, как бревно, мне кажется, это не клево. Несмотря на плотный гастрольный график, диджей находит время и для бизнеса. Сейчас Димит организует производство бейсболок с прямым козырьком – снэпбэков. По словам молодого человека, музыка для него только хобби. И он уже вынашивает новую идею – поучаствовать в экстремальном проекте на телевидении. Мария Арсамасцева, Евгений Смирнов. Новости моего города. Пасмурные дни – не повод отказываться от веселья. В Новокузнецке прошла очередная детская вечеринка «Ети-пати» от телеканала «Мой город». Каждый месяц десятки ребятишек встречаются со своими снежными друзьями, чтобы отлично провести время и зарядиться положительными эмоциями. Кто и с каким настроением ходят на самую кузбасскую вечеринку, расскажут наши коллеги. Даже в хмурую дождливую погоду детей сложно удержать дома. Маленькие зрители телеканала «Мой город» спешат навстречу к Оле и Толе. Именно так новокузнецкие ребятишки назвали своих друзей – хозяев самой кузбасской вечеринки «Ети-пати». На этот раз любознательные гости решили испытать, каково это – побывать в шкуре снежного человека. Примерить мохнатую шапку «Ети», а заодно забрать ее себе удалось самой маленькой участнице розыгрыша – 4-летней Лизе Хоменко. Самое интересное, что программа, что и дети выступают для маленьких, тем более, мне кажется, интересно здесь посмотреть именно выступления деток постарше. Если для одних ребят «Ети-пати» – повод отлично провести время, другие используют вечеринку как возможность проявить свой талант. Так, для Александры, участницы новокузнецкого коллектива «Тик-Ток», яркие танцевальные номера за несколько месяцев стали главным смыслом жизни. По ее словам, «Ети-пати» – хороший трамплин к большим выступлениям перед широкой аудиторией. «Ети-пати» – это очень большая возможность, чтобы на тебя люди посмотрели, и посмотреть, кто вообще заинтересован нашей работой. Очень приятно, что очень много народу приходит на «Ети-пати», на всякие мероприятия. Розыгрыши и раздача подарков, постоянные традиции «Ети-пати» на этот раз дополнил танцевальный флешмоб. Динамичные движения в компании снежных людей повторяли малыши и их родители. В очередной раз отгремела супер-вечеринка детская «Ети-пати» от телеканала «Мой город». Те, кто был, отлично провели время, большие молодцы. Родители, приводите своих детей развлекаться. Ждем вас на следующем «Ети-пати». А ждать осталось недолго. Ровно через месяц та же площадка на втором этаже торгового центра «Глобус» наполнится детским смехом. Тогда «Ети» снова будет развлекать своих маленьких гостей. Евгения Филиппова, Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города. О спорте. Со стопроцентным результатом играет в Суперлиге волейбольный «Кузбасс». Вояж в Краснодар в гости к местному «Динамо» не прервал серию выигрышей Кемеровского клуба. На выезде подопечные Дениса Матусевича продемонстрировали и отличную игру на блоке, позволив сопернику взять лишь один сет. Заработав три очка, «Кузбасс» возвращается домой, где 17 октября в рамках Кубка России примет в арене «Нефтяник» из Оренбурга. «Металлург» провалил домашнюю серию игр, но с лихвой реабилитировался на выезде. Новокузнецкие хоккеисты провели две встречи в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Сыграли с «Авангардом» и отличились в матче против «Барыса» в Астане. Отношения с омскими ястребами в этом сезоне складываются для столеваров удачно. Все три встречи завершились уверенной победой «Металлурга». Последняя из них уже вторая с сухим счетом 2-0. В Астане Новокузнечанам также улыбнулась удача. После равной борьбы с ничейным результатом победители определили булитый итог встречи 4-5 в пользу «Металлурга». Сейчас столевары поднялись на шестую строчку турнирной таблицы. Выездная серия завершится 14 октября в Уфе, после чего хоккеисты проведут четыре домашние игры в Новокузнецке. Возвращает эти долги нам, которые не взяли очки у нас дома. По игре мы, в принципе, уступили только ЦСКА. Полностью уступили ЦСКА. Ну, а счет на табло. Всегда говорят, смотрите на табло, какой счет такой. Поэтому я благодарен ребятам за выезд, что они собрались и играют здорово. Спорт помогает учиться на отлично. В областной столице прошел пятый кубок Кузбасса по бильярдному спорту. Спортсмены отмечают, игра за зеленым столом развивает мышление и помогает в точных науках. О меткости кия и ума в нашем следующем материале. Чтобы не сбить прицел, Михаил Круглов задерживает дыхание на несколько секунд. Легкие нервы тренирует ежедневно, ведь точность придет только в тандеме с предельной концентрацией. Об этом Михаил знает даже в свои 13 лет. Он самый юный участник турнира. При этом опыт на соревнованиях областного уровня уже есть. И на этот раз спортсмен переживает больше из-за пропуска школьных уроков, нежели волнуется перед игрой. По физике я хорошо начал учиться. Ну и по математике. Или я просто сам захотел учиться или еще что-нибудь. Ну как бы в бильярд начал ходить. Мне сказали, что там все о физике, о математике зависит. Но я начал это все понимать и дальше начал играть. 34 спортсмена со всей области приехали в Кимерово побороться за пятый кубок Кузбасса по бильярдному спорту. Играли в свободную пирамиду, где забить шар в лузу можно как битком, так и прицельным. Бильярд еще называют шахматы в движении. В чем-то здесь можно согласиться. Здесь нужно сначала все продумать, но сложность в том, что помимо того, что вы задумали, здесь нужно не просто переставить фигуру, а сделать удар правильно, четко, грамотно. Чтобы стать гроссмейстером в бильярде, нужно сыграть не одну сотню партий. А потому даже в перерывах спортсмены не выпускают из рук кий. Для многих участников турнира бильярд – это не просто любимое дело, но уже профессия и источник основного дохода. Ну а кий – главный соратник в достижении поставленных задач. Я себе ставлю цель именно забить этот шар. В этот момент происходит настолько максимальная концентрация и в процессе тренировок, и тем более турниров. И это очень сильно помогает потом в жизни. То есть ты себе ставишь цель даже забить одного какого-то сложного шара, и это тем самым помогает решать какие-то жизненные вопросы. Сегодня бильярдный спорт в Кузбассе на подъеме. Сергей Тузов, Виктор Локтев, Андрей Фрейзи. В Кемеровской области играют чемпионы и призеры мира и Европы разных лет. Заниматься бильярдом приходят и совсем юные спортсмены, для которых местные знаменитости – отличный пример для подражания. Анна Печенегова, Антон Овачев, Константин Червяков. Новости моего города. Прямо сейчас рубрика «Тем временем» и Георгий Демин, который расскажет о студентке и ее автомобиле, инкрустированном дорогими камнями. На этом у нас все. Смотрите наши выпуски каждый будний день. И до встречи на телеканале «Мой город». Здравствуйте. Тем временем блогеры обсуждают украшения автомобилей. Практически каждый автолюбитель как может улучшает интерьер или экстерьер своей машины. Кто-то делает это для комфорта и удовольствия, а кто-то – чтобы выделиться из толпы. Вот и Дарья Родионова не так давно шокировала лондонцев своим автомобилем, который теперь больше похож на ювелирное украшение, чем средство передвижения. Российская студентка не была полностью довольна своим шикарным, но серийным мерседесом и решила превратить авто в нечто особенное и уникальное. На эту затею она потратила 20 тысяч фунтов – больше миллиона в рублях – и покрыла транспорт миллионами кристаллов Сваровски. Блестящий автомобиль припаркован в Найтсбридже на западе Лондона. Район известен обилием богатых арабских наследников, которые носятся по улицам на роскошных суперавтомобилях. Среди известных машин этого района стоит отметить золотой рейндж-ровер и богатый ассортимент Роллс-Ройса, Феррари и Ламборджини. Поэтому, чтобы поразить воображение зевак, Дарья должна была придумать что-то другое. И теперь каждый дюйм ее мерседеса покрыт сверкающими кристаллами, включая даже дверные ручки. Она пригласила специальную команду из России, чтобы те поработали над ее проектом. Им потребовалось два месяца 12-часовых рабочих дней, чтобы закончить работу. «Я действительно осталась довольна», – говорит Дарья. Интересно, после мойки кристаллы не отваливаются? Помывка сверкающего автомобиля не является проблемой. Обычная губка и мыльная вода вполне справляются, а в бардачке она держит маленький мешочек с запасными кристаллами, на случай, если какой-то потеряется. Когда автомобиль был готов, он привлек нешуточное внимание. Люди на улице останавливаются, чтобы рассмотреть его поближе и сфотографироваться. Где бы я ни появлялась, люди подходят, чтобы взглянуть на мою машину. Водители отвлекаются на дороге. Но совсем не всем машина кажется красивой. Некоторые считают, что это китч и безвкусица, но Дарья не унывает. Зависть и ревность всегда сопровождают успешных людей, считает она. Тем временем оставайтесь с нами на сайте моего города. Смотрите и делитесь с друзьями хорошими новостями. До свидания. Купи шины и участвуй в розыгрыше машины и компактного снегохода «Динго», который легко помещается в багажнике легкового авто. Только до 20 декабря во всех автомаркетах «Шинтоп». Срок проведения акции с 15 сентября по 20 декабря. Подробная информация об акции на сайте шинтоп.ру Субтитры создавал DimaTorzok